Более 50 человек два дня жили в палатках на берегу Иртыша. Любители активного отдыха приехали на ежегодный туристический слёт в Железинском районе. Участники выявляли лучшего в кулинарном и бардовском конкурсе, спортивных соревнованиях, а также не забыли про уборку территории в рамках акции «Таза Казахстан». Эко-акция прошла на берегу Иртыша. Молодые люди организовали плокинг-марафон «Жасыл Кросс». Каждая из команд в течение получаса должна была собрать бытовые отходы, пластик, банкин, крупный мусор на обширной территории. А побеждает коллектив, собравший два пакета мешка быстрее всех. Сегодня в честь республиканской акции «Таза Казахстан» мы с молодёжью Железинского района организовали «Жасыл Кросс». Здесь, получается, наша задача – собрать мусор и также быть примером для остальных, чтобы не бросали мусор, а держали природу нашу в чистоте. Сегодня мы убирали прибережье Иртыша, получается, посёлок Прирытышск. Здесь много людей отдыхает, и мы решили именно здесь убраться сегодня. Экология – это сейчас болезненная тема, но мы хотим хоть как-то внести свой вклад в развитие страны и быть, как сказать, полезным для общества. И вот так вот собирать, держать в чистоте природу, собирать её, убирать всегда. И мы, когда отдыхаем, всегда говорим молодёжью, чтобы они тоже за собой всегда убирали. Брали пакеты, мусор и увозили на мусорку, как положено. После завершения экологического марафона состоялось торжественное открытие ежегодного туристического слёта. Молодёжь Железненского района собирается вместе для активного отдыха на природе более 10 лет. В этом году он проходит в близ села Прирытышское. Участникам предстоит в очередной раз продемонстрировать спортивные, кулинарные навыки, мастерство установки и обогораживания палаточного лагеря. И, конечно, ни один турслёт не обойдётся без конкурса бардовской песни. Стою с букетом роз, вдруг ты не придёшь. И на душе мороз, лёдный силуэт. Я вижу издали, мне терпят волосы твои. Однако самая насыщенная программа – это спортивные эстафеты и состязания. Выявляли сильнейшего 8 команд из различных районов Железинки от 14 до 35 лет. В прошлом году победителями турслёта стала молодёжь из села Весёлая Роща. В команде у нас 6 участников, 4 мальчика и 2 девочки. Приезжаю сюда третий раз, готовимся с командой. Первый раз, когда поехали, конечно, не знали, что да как. По положению готовились, очень хорошо, успешно подготовились и успешно заняли первое место. После первого года, на второй год, уже, в принципе, знали, что да как. Подготовились ещё получше. Собрались всеми силами и заняли ещё раз первое место. Турслёт, вообще, я считаю, очень хорошее такое мероприятие. Молодёжи можно с других деревень вместе пообщаться, познакомиться. Новые знакомства, новое общение. Кто-то чему-то, у кого-то учится. Как капитан команды лучше всего, наверное, у нас получается эта песня. Лучше всего у нас получается готовить это, то есть, блюдо. Ну и, как последние два года мы бегали, на полосе препятствий мы показали более такой нормальный результат. Чтобы стать лучшим туристом, не обязательно выигрывать все конкурсы. Победитель определяется по сумме всех этапов. Даже за четвёртое место начисляются очки. Однако все задания нужно было выполнять не только быстро, но и без ошибок. Ведь за них можно получить штрафные баллы. Турслёт у нас не только отдыхать, да, развивать туризм и так далее. Наша задача ещё и развивать спортивный дух, как сказать, быть здоровым образом жизни поддерживать для молодёжи, быть примером для них. И мы устроили для них несколько состязаний, там, как полоса препятствий будет у нас. Будет у нас конкурс поваров, волейбол, потом армблейский и так далее. Спортивные у нас мероприятия ещё будут. Да, у нас будут, конечно, первые, вторые, третьи места. Ещё будут номинации, там, быстрый турист и так далее. Активный турист, участник. Есть призы, получается, на первое, второе, третье места. Все пощадляются. Всего будут определены три лучших коллектива и индивидуальные награды. Ермек Сапаров, Евгений Олейник, Ертас Ахпарат из Железинского района.